Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод – верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Вопросы. Там же вы сможете найти аудио и видеотрансляцию нашего эфира. Хочу начать с вопроса следующего. Сергей Павлиныч, многих интересует следующий момент. В связи с известными событиями в апреле этого года в республике Мариел. Я имею в виду уход Маркелова и дальнейшее его задержание и помещение под арест. Вы в губернаторских выборах, каких будете принимать участие? В нашем регионе или в республике Мариел? Хороший вопрос, Владимир. Но сегодня, буквально сегодня я уезжаю в Москву. Меня приглашают, именно будут принимать решение по данному вопросу. Центральный комитет нашей партии. Все зависит от него? Да, все от него зависит. Как он скажет? Да, безусловно. Я солдат партии. Мне где скажут, я там буду избираться. Ну а ваше личное это желание или оно вообще не учитывается? Ну почему оно учитывается? Но, как говорится, мы будем обсуждать этот вопрос. И мое личное желание, оно всегда у нас в партии присутствует демократический централизм. И личное желание всегда, так сказать, учитывается, я бы так сказал, и ставится во главу угла того или иного решения. Поэтому я думаю, что как определим этот вопрос завтра на заседании, определят. Я, конечно, свое мнение выскажу. Тем не менее, и там, и здесь люди, так сказать, особенно в Марике, неплохо приняли в 2015 году. Да, просто данные ведь открытся. Да. Соответственно, многие политологи говорят о том, что в Мариелу у вас избраться шансы... Не, ну я там избрал. Понимаете, в 2015 году вы участвовали в выборах и набрали там 32 с лишним процента голосов. Вы второе были после Маркелова. А в 2014 году ваш результат 15,99. Ну да, где-то 16 процентов. То есть ровно в два раза вы в республике Мариел вы набрали в 2015 году. Ну, с учетом того, что там республика меньше, народ, я бы так сказал, все те же были политтехнологии, примененные, которые были на территории Кировской области. Но с учетом населения, с учетом тех проблем, которые, в общем-то, на протяжении 16 лет правления господина Маркелова были ярко выряжены. По сути дела, республика была приватизирована полностью господином Маркеловым и его родственниками. Поэтому тогда, когда вброс был где-то порядка двух тысяч и второго тура не состоялось, я пообещал населению республики Мариел, в общем-то, до этот вопрос дожать и его, так сказать, дожал. То есть вы приписываете лично себе то, что Маркелов показался... Ну, я не могу все приписать, так сказать, лично себе, так как не я один работал, работа, это у меня целая команда. Поэтому, как говорится, многие вопросы, они не всегда зависят от меня. Поэтому мы коллективно решаем тот или иной вопрос, который необходимо, так сказать, при том или ином решении. А вы завтра на Центральном комитете будете с некой речью все-таки, да, еще выступать? Ну, я не буду ни с какой речью. Можно какие-то моменты обозначить? Да, будут мне заданы вопросы, естественно, так сказать, я свою точку зрения выскажу. То, что касается Кировской области, Кировская область сегодня тоже находится в таком состоянии. В 16-м году я шел, в 14-м году я шел на выборы с господином Белых. Тогда тоже сказал, что и говорил, и доводил, и выступал с трибуны Государственной Думы от той ситуации, которая, так сказать, складывалась на то время на территории Кировской области. И, к сожалению, все, что было сказано мною с трибуны Государственной Думы, все это сегодня подтвердилось. А каким таким образом вы смотрите вперед и прям угадываете тот итог, к чему придет руководитель региона? Ну, каким образом? В зависимости от той ситуации, как руководителя, как он сегодня подходит к решению того или иного вопроса, какие сегодня схемы строит коррупционные, потому что что в том регионе, я имею в виду Республики Мариел, что в Кировской области, по сути дела, этот вопрос зашкаливает сегодня. И та команда временного исполняющей обязанностей, которая пришла, она в открытую уже не так. Даже господин Белых как-то эти вопросы коррупционной составляющей, в общем-то, завуалировал. То эти в открытую идут. Сергей Павлович, скажите, пожалуйста, а кто, на Ваш взгляд, больший коррупционер? Белых или Маркелов? Понятное дело, что решения суда еще, конечно, нет. Да, я не могу сегодня, вы правильно говорите, Володя, решения суда пока нет и не могу оценить, но по тем данным, которые у меня есть, потому что по Республике Мариел целые, так сказать, 300 страниц книги мы выпустили с полковником внешней разведки в отставке с Микроном Долговым, коррупцией в Мариел. Поэтому там та же книга легла в основу уголовного дела господина Маркелова. И здесь также коррупция в Кировской области или офшорный рай, вернее, офшорный рай или политический инкубатор для предателей Родины. Эта книга сейчас перед вами лежит, вы ее презентуете нам, я так понимаю. Да, да, да. Вот это более 300 страниц, здесь все, так сказать, описано, еще не все. Это первая часть. О чем, о ком конкретно тут? Какой период освещается? Этот период отмечается правление семилетки, по сути дела, можно так сказать, и господина Белых. С 2009-го, 2010-го года? Да, да, да. Вот здесь все. Это только первая часть, здесь не все материалы. Хотя уже за год той работы команды господина Васильева уже, как говорится, так же много, достаточно материалов, которые готовы к публикации, которые, в принципе, многие вещи не публиковались. Вот, поэтому там запросы, там ответы, там решения, там, как говорится, первый пошел и так далее. Сергей Павлович, а вы, вот так честно признаться, как-то по-человечески, по-мужски, все-таки у вас большой жизненный опыт, вот некое сочувствие вы все-таки испытываете к бывшему губернатору Кировской области и к Леониду Маркелову? Безусловно, как человек, я ведь сегодня, как говорится, не зверь, я понимаю, хотя я его предупреждал на протяжении всех этих лет, постоянно предупреждал, выступал с трибуны законодательного собрания, выступал в печатных публикациях и так далее, говорил о тех вещах, которые, в принципе, его упреждали и предупреждали. Случилось все это тогда, когда был, помните, конфликт межнациональный Демьянова, да, я был тогда в Москве, в Государственной Думе, звонок поступил от Никиты Юрьевича, в принципе, он меня просил, надо встретиться, что будем делать, я говорю, что произошло, хотя уже знал, и отбой, так сказать, от средств массовой информации, они меня искали, просто в Государственной Думе не было тогда отбоя. Поэтому, я говорю, я тебя предупреждал, предупреждал по многим вопросам, которые сегодня просто-напросто надо стоять на контроль и решать эти проблемы. И тот же межнациональный вопрос я ему изначально поставил тогда, когда он просил нашу фракцию из трех человек проголосовать на законодательном собрании. Напомните, пожалуйста, в чем там, собственно, заключалась суть-то? А суть заключалась в том, что встречи он просил, я тогда приехал 12 июня, помню, зашел к нему в кабинет и прямо с порога ему говорю, я больше зубы сжимать не могу, я вас предупреждал, Никита Юрьевич, вот, это была суббота, вот, и он говорит, что будем делать, я говорю, ты, я тебя предупреждал, но что сейчас сделать, почему же ты так ненавидишь сегодня Сергея Мироновича Кирова, прочитай его замечательную, так сказать, книгу, это о национальном вопросе, и тебе там все станет понятно, как поступить в данной ситуации и что, в общем-то, какие меры принять. Но я говорю, тебе хочу сразу сказать, что у тебя завтра не будет руководителя УМВД, его просто снимут. Сделал анализ, тот, который был в открытом доступе в интернет, посмотрел, ну, и он начал меня приглашать ехать вместе с ним. Я говорю, я за вас работать не намерен, вы езжайте работать, я объяснил, как бы я поступил. Вот, если вы сегодня, как говорится, я же не буду за вас работать и получать заработную плату. Я сегодня депутат Государственной Думы, вы меня пригласили, я, так сказать, свою точку зрения сказал. Я приехал и встретился. Так, хорошо, у нас сейчас будет небольшая пауза, и так, давайте еще раз повторим завтра заседание ЦК, и завтра будет приниматься вопрос, в каких губернаторских выборах все-таки вы будете участвовать. Все верно, во сколько завтра будет, это уже известно. Ну, я еще точное время не знаю, но завтра... Ну, к вечеру так уже брать с запасом, к вечеру будет завтра? Да, да, конечно, безусловно. Хорошо, Сергей Мамаев, лидер КПРФ в нашем регионе, сейчас небольшая пауза, мы скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Продолжается особое мнение Сергея Мамаева, мы дальше идем по вопросам. Сергей Павлович, сегодня завершается, как известно, Великорецкий крестный ход, паломники возвращаются в Киров, как вообще отношения, позиция коммунистов к данному мероприятию? Ну, к данному мероприятию, можно так сказать, мероприятию у меня положительное отношение, потому что это возобновлены традиции еще средневековья на нашей с вами кировской земле, поэтому те люди, которые ходят в этот интересный, вернее, участвуют в этом интересном мероприятии, я отношусь к ним, так сказать, с пониманием и с уважением. А ведь многие в эти дни вспоминают позицию Коммунистической партии в отношении паломников, о том, как разгоняли, не давали собираться, идти, стояли патрули, кордоны. Многие вспоминают, но они тогда не жили. Переосмыслили уже эти вещи. И тогда, так сказать, были на то, наверное, определенные, я бы так сказал, причины, безусловно. А сегодня этот крестный ход, как его закрыли, как вы говорите, коммунисты и открыли коммунисты. Ну, 90-е годы это еще, да? Конец 80-х? Да, когда избрали Владимира Миловича Сергеенко, избрали его при нашем поддержке, при нашем выдвижении. И этот вопрос обсуждался с нашим, так сказать, областным отделением партии. И, в принципе, он был принят. Приезд патриарха Кирилла в этом году на Великорецкий крестный ход. Есть в этом для вас что-то политическое? Ну, безусловно, есть. А что это? Тем более, в преддверии выборов, как говорится, зачастили сюда федеральные чиновники. Но Кирилл и Русская Православная Церковь, она же отделена от государства. Поэтому, вне зависимости от того, что он приезжал сюда, он же, ну, сказал, пожелал успехов тому же господину Василию на выборах. Это понятно для всех. Это подтекст был, как говорится, понятен и простым людям, с моей точки зрения. Поэтому есть тут политическая составляющая. И те вопросы, которые, в общем-то, сегодня возникают у паломников, простых граждан во время его приезда, прилета там, то они сегодня правильно возмущение высказывают в отношении... Большого количества полицейских, кордоны, заграждения. Да. Тем не менее, это не, я бы так сказал, церковь отделена от государства на протокол высокого государственного деятеля был здесь использован на территории Кировской области. Я не против того, что он нуждается в охране, тем не менее, есть у Русской Православной Церкви свои возможности в этом направлении. Поэтому, и это еще раз подчеркивает то, что есть политический подтекст при визите патриарха на Кировскую землю. А у самого у вас была когда-то мысль отправиться в Крестный ход? Ну, у меня такой мысли не было. Это же чересчур бы было. Почему? Почему, если отбросить, собственно, партию? Ну, какие? Нет, у нас Иране не запрещало. Я крещеный. Я крещеный, и, как говорится, никогда этого не стесняюсь. Поэтому родители у меня верующие были. Но мысли не было. Да. Ну, хорошо, давайте пойдем дальше. Я сейчас обращусь к сайту, собственно, регионального отделения КПРФ. Там регулярно и много интересной информации публикуется. Вот одно из последних сообщений. По вашей, от своего имени, да, вы говорите. По вашей информации, официально неподтвержденной, там дальше указанной. На днях в региональном министерстве охраны окружающей среды прошли обыски. И это связано со строительством полигона ТБО в Осенцах, в Слободском районе, и в Советске. В вашем родном районном центре. Подробности можно этого поподробнее? Ну, подробности пока я именно располагаю. Но такая информация пока тоже, это самое, из официальных источников не подтверждена. Но она имеет место быть с учетом того, что, как говорится, нет ни опровержения, нет ни подтверждений. А то, что касается сегодня полигона в Осенцах и полигона в Советске, то там сегодня идут оперативные мероприятия по тем затратным моментам, которые, в общем-то, понесли, понес бюджет Кировской области. И где население, если взять мой родной Советск, выступило категорически против строительства этого полигона. Так, подождите, выручаете, что сейчас правоохранительные органы очень серьезную работу в этом отношении ведут? Да, обращение было и от граждан, и обращение было от политических партий в органы, и они работали. Тем не менее, там, например, в Советске, по моим данным, где-то порядка 6 миллионов рублей было просто-напросто закопано. А что тут, что интерминируется-то, по вашим данным, по данным ваших источников, там, неэффективное расходование? Неэффективное расходование, непроведенное, конечно, те работы, которые необходимо провести для выбора того же земельного участка, они были проведены, я бы так сказал, совершенно на другой территории, вернее, с катастрофным номером другого участка, понимаете? А работы ведутся, как говорится, на том участке, который, по сути дела, не присутствует в проектно-смертной документации. К примеру, один момент. И в то же время, сегодня, те геодетические работы, которые должны были провести, в общем-то, соответствующие службы, они проведены, и заключение, как говорится, выдано с нарушениями. И там тоже это дело обжаловалось. И сегодня занимается, я еще раз хочу подчеркнуть, правоохранительные органы. Сергей Павлович, вот интересный вопрос. Я слежу за новостями от Коммунистической партии. Очень часто вы ссылаетесь на свои некие источники в Сером доме. Можем приоткрыть? Завесу тайны, что за источники? Владимир, источники в Сером доме, это конфиденциальные источники, я не могу их сегодня назвать. Если я их назову, завтра, так сказать, этих источников не будет. Я полагал, что именно таким будет ответ, да, конечно. Не сдаете, в общем, своих, да. Хорошо. Пойдем дальше. Еще одна тема, к которой вы уделили большое внимание, вы и ваши коллеги, это назначение нового руководителя Государственной жилищной инспекции Кировской области. Это Алексей Кабашов. На сайте КПРФ сказано, что так тихо, незаметно прошло это назначение. И вы считаете, что это свой человек для временно исполняющего обязанности Игоря Васильева, бывший сотрудник Росреестра, как известно. Вот это свой, вот это своячество, оно во что потом выльется-то, по вашему предположению? Что такое будет происходить? С моей точки зрения, впередел определенный, так сказать, бизнес-рынка на территории Кировской области. Каким образом? А каким образом? Потому что сегодня управляющие компании контролируют и, как говорится, проверяют именно эту жилищную инспекцию. А сегодня оборот годовой управляющих компаний где-то порядка 100 миллиардов рублей в год. Всех управляющих компаний в городе и в регионе у нас? В городе. В городе и в целом эта цифра, по сути дела, она в открытом доступе имеет место быть. Это, во-первых. Во-вторых, долг при белых, в общем-то, управляющих компаниях были, в основном, так сказать, здесь работали пермики. — Ну, была такая информация, да. — Нет, она была, она есть. И если взять на авиацк, то там до сего времени работают управляющие компании. — А потом про москвичи есть? — Да, да. А сейчас, как раз, так сказать, будут менять, с моей точки зрения, в общем-то, эти управляющие компании с пермских на московские. Потому что там огромные деньги сегодня крутятся. — Я вам сказал, люди в основной массе свои платят исправно. — Безусловно, безусловно, да. — Да. И, тем не менее, там схема очень проста. Приходит управляющая компания, те налогоплательщики, которые, в общем-то, платят за услуги, они эти деньги, по сути дела, не всегда перечисляют, не доходят до тех структур, которые дают тепло или воду и так далее. Поэтому там образуется большой долг, загоняет эту управляющую компанию, объявляет банкротом, и деньги уходят. Это также вот Ленинская управляющая компания, некий Никулин там когда-то возглавлял. — Ну, ныне депутат еще. — Да, ныне депутат. — Городской думы. — Да. Поэтому там есть в прохранительной сегодня большое поле деятельности, с моей точки зрения, именно в этом направлении. Это, с моей точки зрения, снова прослеживается коррупционная составляющая. — А когда, на ваш взгляд, на взгляд прогнозера такого, когда уже мы получим вот эту картинку, что действительно что-то пошло передел? — Ну, я думаю, мы в ближайшее время это дело получим, потому что мы взяли этот вопрос тоже так же на контроль, с учетом того, что сегодня кадровая политика временного губернатора, она говорит о многом в обратном направлении. Я имею в отношении коррупционной составляющей. Это моя точка зрения, и я располагаю определенной, так сказать, информацией. Поэтому будем смотреть и, как говорится, контролировать, как депутат законодательного собрания, как руководитель партии, именно этот вопрос в отношении управляющей компании. — Ну, давайте еще один вопрос задам до того, как мы на рекламу небольшой удалимся. Еще, собственно, один скандал на днях разразившийся. Это задержание генерального директора Кировской региональной ипотечной корпорации Виталия Шмакова, который накануне праймерис «Единой России» выиграл по территориальному избирательному округу номер 5. Тут и связь с правительством, это же стопроцентное хозяйство правительства Кировской области, и связь с «Единой Россией». Ну, понятно, что случилось, что случилось. Эта карта будет как-то в дальнейшем разыгрываться. — Ну, я думаю, что да. — Она сегодня также, как говорится, вы, если посмотрели наш сайт, то там полная информация присутствует, наша точка зрения, наше сегодня, так сказать, видение развития событий в этом направлении. Потому что это тоже тот, я бы так сказал, тот кусок, который, в общем-то, сегодня под «Единой Россией», и они его используют вот в таком, ну, неправильном, с моей точки зрения, мягко будет сказано. — Сок вы имеете в виду как сама структура кировская ипотечная корпорация, да? — Безусловно, безусловно. Она симпатична сегодня для коррупционных дел. — Ну, так ведь пришел в таком формате. — Пришел, да. — Ну, я думаю, что да. Ну, пришел, я и сказал, первый пошел. Вот он сегодня, как говорится, пошел первый. Хотя идет... — Что касается крика, там и раньше были скандалы. — Безусловно, безусловно, я это имел в виду. — Один из руководителей отбыл срок. — Конечно, я это имел в виду. То, что касается сегодняшней ситуации, то данное направление контролирует некое Куземское. — Одна из исполняющих обязанностей. — Безусловно, это ее назначение, это, так сказать, ее контроль. Всецелый должен быть в этом направлении. Поэтому я думаю, что тут тоже будет интерес и соответствующих органов. — Ну, под домашним арестом в настоящее время находится господин Шмаков. Сергей Мамаев в нашей студии, первый секретарь Кировского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Кировской области. Сейчас у нас небольшая пооза, рекламная. Мы скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Сергей Павлиныч, я хочу сейчас задать вопросы, которые есть на сайте хакирова.ру. От Валерия сразу три вопроса поступило. Они тут так подробно очень расписаны, но я постараюсь вкратце. Считаете ли вы, что основной причиной развала СССР была несменяемость людей во власти? Основной причиной развала СССР было предательство верхушки КПСС. В первую очередь господина Горбачева. Этот человек с заплаткой на голове предал ту великую державу, которая не развалилась, а ее предали и развалили. Хорошо, вполне вполне ответственно. Еще один вопрос от Валерия. Считаете ли вы, что причиной появления второй коммунистической партии, коммунисты России, является несменяемость в руководстве КПРФ? Нет, я этого не считаю. Это сегодня, я бы так сказал, посыл Кремля. Не так, а так и есть. Это посыл Кремля. Коммунисты России? Безусловно. Это посыл Кремля, это тот спойлер, задача его одна – отобрать голоса в Компартии Российской Федерации на выборных кампаниях. И не более того, заметьте, что их нет нигде. Тогда, когда начинаются выборные циклы или выборные периоды, то эта партия появляется. С учетом того законопроекта, который был еще шестым созывом в Государственной Думе, внесен в закон о политических партиях. Поэтому там как таковой партии нет. Это партия с поля. Но в Госдуме они пятые после основных четырех парламентских партий. Те, которые, я еще раз вам подчеркиваю, те голоса, которые голосовали за нас, они, так сказать, часть этих голосов на себя перетянули. Чем выгодно сегодня Единой России, чем выгодно сегодня, так сказать, Кремлю в этом направлении. Руководитель Кировского отделения коммунистов России недавно заявил у нас в эфире о том, что более 50% голосов. Да, ну, чушь это полная, с моей точки зрения. А Духов-то вдруг свершится, чудо для этого движения. Да, ну, ни такого чуда не будет. Тем не менее, как говорится, руководитель этой партии тоже самое с определенной репутацией, которую мы потом, так сказать, озвучим. Поэтому это тоже человек. Это все эти Сурайкины, федеральные, местные, региональные. Парсуковы. Да, я бы не хотел зацикливаться на этой партии, потому что этой партии нет. Есть там 2-3 человека, которые, в общем-то, представляют эту партию. Тем не менее, я еще раз вам говорю, что закон, тот, который поправки законополитических партий внесен, там порядка 500 человек подписантов и партия регистрируется. Это крайне неправильно, с моей точки зрения. Поэтому это сделано под выборы с учетом той экономической, социально-экономической ситуации, которая сегодня есть в целом не только в Кировской области, но и в целом в Российской Федерации. Еще один вопрос задает нам слушатель. Он интересуется, почему за все время пребывания КПРФ в Государственной Думе не было законопроекта о том, чтобы обеспечить жителям страны достойный уровень жизни, о чем говорит 7-я статья Конституции Российской Федерации. Да, это Конституционный закон, вы правы, Владимир. Этот закон, в общем-то, 15 лет назад выносился и, как говорится, неоднократно. Конечно, он есть. Он сегодня в архиве находится. Его выносили неоднократно наши товарищи, как говорится. И тогда, когда я был в шестом созыве депутатом Государственной Думы, также мы этот закон в повестку дня пытались включить. Но, к сожалению, большинство в Государственной Думе Единая Россия и Конституционный закон сегодня, в общем-то, табу наложены на Конституционные законы со стороны фракции Единая Россия. Ну и в целом, я бы так сказал, руководство страны. И вернуться к этому пока трудно предполагать, как это может случиться. Я думаю, что на каждую сессию, когда планируется работа Государственной Думы, то в план включаем, а этот план, в принципе, голосует против того или иного законопроекта, который мог бы рассматриваться именно на пленарных заседаниях Государственной Думы. Давайте еще о жизни города нашего поговорим. Это очередная такая возникшая резонансная тема. Тема бывшего больничного городка, залами-парусами, исполняющий обязанности зампреда правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов заявлял, что там будет пешеходная зона, сквер. Потом в СМИ попали ведомственные документы, в том числе докладная записка, упомянутая сегодня нами Ольги Куземской, временно исполняющая обязанности Кировской области, о том, что области нужны другие объекты на этой территории. Конгресс-залы, конференц-залы, это все находится в шаговой доступности от правительства Кировской области. Вот такая история. У вас какие информации есть на сей счет? Ну, у меня есть информация та, которую вы уже озвучили. Да, действительно, Дмитрий Александрович данную инициативу озвучил. И есть договорные отношения между строительной компанией Кировской и ССК, которая берет на себя бремя и финансирование, и благоустройство данного сквера. Вот накануне в нашем эфире руководитель Денис Крутехин говорил о том, что мы все сделали, уже там расчистили. Да, да, да. Они уже там приступили к работе, но, к сожалению, есть вот такой внутренний документ, да, о котором вы уже его озвучили. И с моей точки зрения, я думаю, что и меня партия поддержит в этом вопросе, что надо поддержать сегодня Дмитрий Александрович. Это правильное решение сегодня. Почему? Потому что, ну, огромное здание, которое на месте кинотеатра «Алая паруса», по сути дела, уже в коробке сделано. То парковые зоны ни у одного, в общем-то, здания, вновь строящегося объекта, практически эти вот парковые зоны, они, как шагреньевая кожа в нашем городе, исчезают. И это очень неправильно, потому что это места отдыха, это места, так сказать, отдыха не только там всех категорий граждан, я бы так сказал. В общем, вы за парк в этом месте, в зеленую зону. А какие там, так сказать, шикарные у них инвестпроекты, я имею в виду, у них, у правительства Кировской области, которое озвучило Куземское. Вы правильно сказали постановочно сегодня, что там какие-то, в общем-то, помещения для конференц-залов и так далее. Что у нас не хватает конференц-залов? Что у нас, так сказать, сегодня эти деньги, можно те, которые, если они говорят, направлять на эти конференц-залы, лучше их направить сегодня на социально-экономические нужды? Так подождите, это же инвестор будет, по их словам. Инвестор, по их словам инвестор, что он бесплатно им отдаст эти конференц-залы, что ли? Откуда это придет и вложит огромные деньги? Нет, вы человек умный и понимаете, никто, что это самое, деньги придет и не вложит. Если он вложит, значит, эти деньги он должен, так сказать, возвернуть, еще и с прибылью, правильно? Поэтому я не думаю, что если говорят о конференц-залах, то они сегодня или тогда аренду будут платить тот застройщик или тот инвестор, который будет заниматься этим строительством, он, естественно, будет в аренду сдавать за шикарную аренду. Это снова трата бюджетных средств, которая сегодня нецелесообразна, с моей точки зрения. Во-первых, во-вторых, помните, была попытка еще в пятом созвисе законодательного собрания сделать отдельное помещение для законодательного собрания? Да, было так. Ведь мы тогда убедили и депутатов, и председателя законодательного собрания, и того же губернатора, что это делать нельзя. Потому что нет сегодня возможности и финансовой составляющей для того, чтобы такую роскошь строить. Но это получается пир во время чумы, я бы так сказал. Поэтому целесообразностей в этом вопросе нет. Мы будем смотреть. Я еще раз хочу подчеркнуть, что Дмитрий Александрович в этом вопросе очень мудро и правильно поступил. Я хотел вернуться к этому. Вы сказали поддержать его ноту. А каким образом поддержать вы можете? Каким образом? Мы используем свой партийный ресурс, естественно, и общественное мнение, только второе сегодня выражено уже в большинстве электронных СМИ. То есть поддержка населения. А у нас третья статья Конституции говорит о том, что у нас основным источником власти является многонациональный народ. Тем не менее, то, что они хотят, как говорится, сделать снова эту точную застройку, будем стоять до конца, используя третью статью Конституции Российской Федерации. Используя те полномочия, которые дал мне, допустим, как депутату законодательного собрания наш избиратель, будем их использовать. Там есть ряд, так сказать, и широкий круг полномочий, которые, в общем-то, мы всегда задействовали и будем задействовать. Поэтому вот такие. И будем смотреть сегодня, есть антикоррупционный закон, может быть, что-то там подпадает и под этот вопрос. То есть много рычагов, которые мы сейчас задействуем при рассмотрении данного вопроса. Слушай, слушайте, о попадании вот этого документа ведомственного, вернее, там, нескольких документов в СМИ, это ведь нонсенс, на мой взгляд. Это нонсенс, да? Это нонсенс. Это работа, о чем вы изначально в нашей беседе, так сказать, задавали мне вопрос, какие же у вас источники в Сером доме. То вот этот источник, он, как говорится, также инсайдерский, но... Сергей Павлович, не могу не спросить, это ваш источник? Ну, я не могу вам на этот вопрос, это мой источник. Или это, так сказать, источник того человека, который не согласен с тем или иным решением. Поэтому это источник тех людей, которых я могу назвать патриоты Кировской области. А себя вы можете назвать патриотом Кировской области? Ну, я стараюсь, то есть, вернее, ну, как я могу... Как человек, как человек родившийся в Кировской области. Безусловно, я здесь родился и вырос, и, так сказать, и уйду в мир иной на территории Кировской области. Поэтому для меня это святое. Кстати, сегодня ведь состоялось пленарное заседание, да, областного ЗАГСа Брайна. Оно пораньше состоялось, потому что нужно было назначить дату выбора в ближайших. Я так понимаю, сегодня там рассматривалось предложение ваших коллег из ЛДПР о том, чтобы снизить, вернее, отменить компенсации расходов на командировки главе региона и представителю ЗАГС, снизить с 90 до 80% от размера оклада главы региона. Да, сегодня. Да, и вот уже СМИ сообщили о том, что единороссы отклонили. Отклонили данный законопроект с учетом того, что, хотя там есть решение арбитражного суда, высшего арбитражного суда по данному вопросу еще в марте месяце. Она состоялась, к сожалению, прокуратура не внесла или внесла, не объяснили сегодня на законодательном собрании протест по данному вопросу. Там надо приводить и привели, привела Ольга Валерьевна, это депутат от ЛДПР. Сыкчина. Да, Сыкчина. Практически в соответствии с тем, которое требует сегодня федеральный закон. Но я не стал задавать вопросы, но я хочу их озвучить. Почему не стал задавать вопросы? Потому что не располагает человек этими документами. Потом уже мне, так сказать, эта информация стала известной. Тогда, когда готовится документка, якобы засекречены сегодня ставки, вернее, ну да, ставки тех госслужащих, это губернатора, это представители правительства, министров, замов. Засекречены, в смысле? Ну, не выдающие. Никто не знает, кроме них, что ли? И никто не может получить эту информацию? Ну, вот не дали они такую информацию при подготовке закона. Хотя это грубейшее нарушение закона. Зарплата не может быть сегодня засекречена. Она должна быть в открытом доступе. Но, к сожалению, даже запрос писал наш депутат нашей фракции Леонид Виталий Сандалов. Штатно отчислено сегодня и сколько там, допустим, ставок и какие, на какие, так сказать, цели направлены. Ну, там такая отписка, которая, в общем-то, для меня в определенной степени, ну, просто такой, знаете, шаг неправильный, сделанный. И в то же время, как бы считают они эти вопросы секретными. Какие секретные? Там нет грифа секретно. Гриф секрет. Для служебного пользования, может быть, но депутатов законодательного собрания, депутатов Государственной Думы для служебного пользования документы выдаются. Вот. Поэтому полной информации по тем, так сказать, ставкам, которые, в общем-то, сегодня в правительстве существуют, я нет. Ни в открытом доступе, нигде. Если взять, посмотреть сегодня Нижегородскую область, то там все есть. Все прозрачно, все открыто. Да. Здесь какая-то, так сказать, секретность присутствует. Ну, я понимаю, для служебного пользования, но это не секретно. Но в целом-то вы солидарны, собственно, с вами? Безусловно. Безусловно, потому что там есть решение, я уже вам сказал, и арбитражных судов, и, как говорится, они дали конкретное, так сказать, заключение, приведение в соответствии именно федерального закона по госслужбе. Сергей Павлович, у нас остается буквально минута, я хочу вернуться к тому, с чего мы, в общем-то, начинали, ваше особое мнение. Заседание ЦК КПРФ завтра в Москве, где будет приниматься решение о том, собственно, в каких же выборах вы будете участвовать, губернаторских, либо в Киевской области, либо в Республике Мариел. Если будет принято решение, что вы пойдете в Мариел, кто будет кандидатом в нашем регионе? Он ведь в любом случае будет? В любом случае будет. В любом случае будет достойный, как говорится, я бы так сказал, ничуть не хуже, чем, как говорится, которая сегодня кандидатура обсуждается. Наоборот, может быть, так сказать, интереснее и достойным. Сергей Павлович, из местных, не из местных? Безусловно, из местных. Нет, мы в Варягов никого не тащим. У нас нет такой сегодня, я бы так сказал, цели. То, что партия ведь спрогнозировала меня на выборы в Мариелской Республике, там, с учетом того, что я родился и вырос на границе с Мариелской Республикой, знаю менталитет. Тем не менее, с учетом той территории, практически город Эшкарла, это население Кировской области, они эмигрировали, так сказать, эмигрировали, продолжают сейчас. Это такие, так сказать, районы, как Яранский район, как Советский район, Пижанский район, как Санчевский район, Кикнурский район, Ружунский район, Молнышский район. Вот эти все районы, по сути дела, они сегодня присутствуют. Я родился в так называемой русской деревне, но вокруг были, собственно, Мариелские. Ну, если взять сегодня пижанку, то там 40% сегодня Марии проживают. Поэтому территория смежная, и надо историю знать. Когда мне спрашивали, ты вроде бы пришел с Кировской области, я именно отвечал, так сказать, на вопрос, и никогда никаких не было инсинуаций по этому вопросу в Республике Мариел. То есть это было принято правильно, с моей точки просчитано решение, как говорится, для того, чтобы идти в соседний регион, допустим, мне. Но для меня это было тогда неожиданным решением. Я на протяжении последних четырех лет, я практически все в выборных кампаниях нахожусь. И эти ваши выборы, я имею в виду, на пост главы региона, какими? Третьими, получается? Третьими. Третьими уже? Третьими. Три, это вообще в русской культуре такая цифра интересная. На раз, два, три елочка зажигается. На раз, два, три. Я думаю, что мы здесь на раз, два, три, если, так сказать, решение будет по Кировской области или по Мариел, мы на раз, два, три должны выиграть. Хорошо, завершаем на это особое мнение. Сергей Мамаев, благодарю вас. Всего доброго. Вам всего самого доброго. До свидания. Спасибо.